Друзья, всем привет! CarPlay Ukraine. Сегодня у нас был в работе Mercedes V-класс с нашей родной штатной мультимедией Command MTG 5.0. Вот наша штатная мультимедиа. К ней доставляется дополнительный блок. Таким образом у нас появляется Apple CarPlay в автомобиле на родном экране с оригинальным джойстиком. В штатной мультимедие ничего не меняется, она только дополняется Apple CarPlay или Android Auto. Вызывается зажатием клавиши Back. Мы называли клавишу Back, у нас вызвался Apple CarPlay. CarPlay у нас беспроводной телефон, с которым он берет информацию в CarPlay. Это программа, созданная для синхронизации с вашим Apple телефоном с определенными приложениями, которые позволяют использовать Apple CarPlay. Это навигационные приложения, Google карты, Cigecton, Tom, Waze. Это музыкальные приложения, Apple Music, Spotify, YouTube Music. Это мессенджеры, Siri, телефонные звонки в вашем интерфейсе. То есть то, что необходимо для безопасного и комфортного вождения. Давайте проверим с вами пару основных функций, как мы это все так делаем. Например, заходим в Waze, берем подсказки. Крещатик! Нам прокладывают путь на улицу Крещатик. Мы можем ехать, слушать голосовые подсказки. Давайте. Можем урушать и убережно. При этом мы можем ехать, слушать нашу музыку. Давайте тоже включим какой-то трек, послушаем качество звучания. И я расскажу нюанс, какой есть по музыке. Сейчас заходим в Apple Music, нажимаем Play. Слушаем качество звучания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Звук из карплея в автомобиль заходит несколькими источниками. В каждом автомобиле по-разному, но в основном это либо AUX, либо USB, либо штатное Bluetooth соединение. В данном случае у нас в Мерседесах командах заходит через USB. То есть вот у нас Media Interface 2. Здесь в штатном меню в источниках звука должен быть выбран Media Interface 2. Таким образом у нас будут звуки из карплея, будут навигационные подсказки, то есть будет полностью все то, что необходимо звучание из карплея. В автомобилях, в которых AUX звучит неудовлетворительно, есть возможность запускать это все через штатное Bluetooth соединение телефона с автомобилем. То есть вот Bluetooth Audio. Но нюанс заключается в том, что через Bluetooth Audio передаются только телефонные звонки и музыка. К сожалению, не передаются навигационные подсказки. Таким образом, если нам нужны навигационные подсказки, мы здесь выбираем Media Interface 2 в Мерседесах, либо AUX в других автомобилях. Зачем это сделано? Для того, чтобы, повторюсь, во всех автомобилях AUX звучит индивидуально. В некоторых он звучит хорошо, в некоторых звучит не очень. Поэтому для тех автомобилей, у которых AUX качество звучание низкое, придумано Bluetooth соединение, но с нюансом, что оно, к сожалению, не передает навигационные подсказки. То есть вы можете ехать по навигации, по картинке, у вас просто не будет, поверните направо, поверните налево. Вот такой вот нюанс по звуку. По CarPlay много рассказывать не буду. Достаточно удобное приложение для комфортного, безопасного вождения. То есть приложения, которые доступны CarPlay, постройки навигации, музыкальные приложения, мессенджеры, Siri, телефонные звонки. Все в интерфейсе Apple. Все в синхронизации с вашим штатным, с вашим мобильным телефоном Apple. Вот. Достаточно удобная вещь. Беспроводная в данном исполнении. Очень удобная к использованию. Помимо Apple CarPlay, есть доп. опции в виде Mirror Link, Android Auto, возможности подключения передней и задней камеры. И отдельного USB-выхода, где с флешки можно просматривать видео, либо аудио, либо видеофайлы. Также скажу, что оборудование, дополнительный блок, который мы ставим, он максимально интегрированный в автомобиль. То есть работает громкая связь. Работает здесь у нас штатный обзор 360. Мы его включаем, он нам грузится. Мы переходим в паркинг или драйв. И нам сразу же переходит в Apple CarPlay автоматически. Вот, друзья. CarPlay Ukraine. Устанавливаем CarPlay в разные автомобили. У нас на сайте CarPlay.in.ua написано больше информации, какие автомобили можно поставить, на какие медиасистемы ставятся. На нашей YouTube-странице, которая называется CarPlay Ukraine, тоже много видео с обзорами, где работает Apple CarPlay в разных автомобилях. В общем, если вам нужен Apple CarPlay, обращайтесь к нам, CarPlay Ukraine, установим CarPlay вам.